МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет на канале Л. Дачман. Я рад, что вы снова с нами. И сегодня мы с вами поговорим о следующем. На участке автобана под ведомственным городом Фюссен наряд дорожной полиции привлекли люди, находящиеся на временной парковке на автобане, без транспортного средства. Маленькое отступление. Есть такие вот парковки, где можно просто посидеть за столиком, на лавочке. Есть баки для мусора, чтобы выкинуть мусор. Есть туалеты и так далее, чтобы люди отдохнули, если они едут куда-то далеко и потом могли ехать дальше. Так вот, если у вас там нет транспортного средства, вы не имеете права там находиться по закону. То есть или мотоцикл, или машина просто обязаны быть. Но если там находится человек, и рядом с ним нет никакого автомобиля, значит, или его кто-то там высадил, или что-то случилось. Поэтому наряд дорожной полиции обратил внимание на людей, находящихся на этой парковке. Заехали на эту парковку, и выяснилось, что это оказалось 6 сирийцев в возрасте от 16 до 29 лет, приехавших в Германию просить политическое убежище. Начали дознаваться, кто они такие, откуда, и каким образом они попали именно на эту парковку. Они ответить внятно не смогли. Документов, удостоверяющих их личность, у них не было ни у кого. Полиция смогла выяснить, что их привезла какая-то белая легковая машина, якобы из Швейцарии. Какой-то сердобольный водитель сжалился над бедными людьми, которые шли по дороге, и решил их подвезти. Но их всех арестовали, и пока ведется дознавание. Это к теме о том, что люди меня спрашивают очень часто, а как к вам попадают в Германию беженцы? Примерно таким образом. Часть из них именно так и попадает. Идем далее. В городе Гисен, на земле Хессен, проводился фестиваль эритреи. Национальные костюмы, национальная еда и так далее. Криминальные элементы, которые отметили 29 полицейских, сломали целую кучу машин. А теперь давайте подробнее. Свыше ста, скажем так, бандитствующих молодчиков набросились на наряды полиции, охранявшей вот этот вот фестиваль эритреи в городе Гисен. И в глаза полиции попал один 24-летний беженец из эритреи. Привлек свое внимание тем, что он запрыгивал на полицейские машины, ломал мигалки, кричал, нападайте здесь, бейте здесь, кидайте камни сюда, бейте палками тех. Он был зачинщиком. Ну и не только он, но он был основным. В результате этого, скажем так, фестиваля в городе Гисен пострадало 29 полицейских, получивших тяжелые телесные повреждения, рваные раны на голове, гематомы. Многих полицейских просто-напросто толкали и по ним топтались ногами. Этого зачинщика, естественно, арестовали, как и многих других. Начался суд. Его адвокат заявил на суде, что ему очень жаль, он сожалеет о том, что произошло такое вот происшествие, он сожалеет о том, что они топтали полицейские машины. И тут же адвокат этого эритрейца заявил, что если бы полицейские машины не стояли на пути вот этой демонстрации, то ничего плохого бы не произошло. Мол, типа полицейские сами виноваты в том, что вот эти вот отморозки наступали на машины, прыгали по этим машинам, ломали мигалки и сбивали полицейских. Что самое интересное у немецкой Фемиды, вот эта вот ушлепка освободили под залог в 5000 евро. Он опять на свободе. Он опять на свободе. А, как говорится, полицейские зализывают раны. Один из полицейских, присутствовавших на суде, в качестве свидетеля и жертвы вот этого нападения, сказал, что в его полицейской службе, сколько лет он находится на службе, еще не было такого, чтобы демонстранты, видя себя вот так вот агрессивно, нападая на блюстителей порядка, избивая их камнями и палками и ломая их оборудование, в частности машины. Почему Эритрея? Ну, говорят, что там диктатор, говорят, что там цензура на прессу, цензура на свободу слова, цензура абсолютно на все, однопартийная система, люди не могут нормально дышать, бегут через Эфиопию в Европу, кричат по пути слова «Алемания», «Алемания» их пропускают беспрепятственно в эту «Алеманию», а «Алемания» принимает всех маньяков. Вот вам и результат. Следствие до сих пор ведется, этот ушлепок гуляет пока на свободе, что будет дальше, я буду держать вас в курсе событий. Не забывайте о подписке на этот канал, о дележке видео с друзьями, нравится, не нравится, комментарий и относитесь более-менее вежливо и культурно к своим оппонентам, потому что не каждый человек имеет такую же точку зрения на происходящее, как и вы сами. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok